Добрый день! Я приветствую всех в клубе Политон. Очередное заседание, и я хочу обозначить тему, по которой мы будем сегодня говорить в студии. Мы хотим поговорить о возможности объединения оппонентов власти и их тактики на предстоящих медицинских эпох. О чем сегодня говорить больше можно. В разговоре участвуют известные оппоненты власти, политики Мухтар Аблязов и Мухтар Айдрамов. Но вы их прекрасно знаете, поэтому я не буду ничего говорить. Я полагаю, что наша аудитория владеет такой информацией. Итак, на мой взгляд, главная интрига выборов в том, что на самом деле никаких выборов нет, а есть перевыборы. Потому что алгоритм выборов прежний. То есть есть действующий президент, который себе опять обеспечивает фору за счет досрочных выборов, который имеет мощный административный ресурс. И президент, который полностью контролирует эти выборы. Это было все 30 лет, и это сегодня еще раз. Еще есть партии, которые не являются политической альтернативой власти, которые будут обеспечивать такую видимость борьбы без претензий реальных на власть. И есть оппозиция, которая, во-первых, вынуждена принимать правила игры власти, а это исключает возможность выдвижения многих серьезных кандидатов. И, во-вторых, эта оппозиция пришла к выбору вновь неподготовленной, раздробленной, не пользующейся авторитетом у значительной части населения. Отсюда вопрос. Первый вопрос. Вот вы, оппоненты власти. Что, на ваш взгляд, нужно сделать на этих выборах, чтобы, ну, если не победить, то, по крайней мере, дать серьезный бой и заявить о своих претензиях на власть? Я так понимаю, что в этом смысле действует. Так, пожалуйста, кто начнет? Я думаю, лучше Мухтар. Он сейчас в составе коалиции. Они озвучивали свою позицию. Я думаю, что с учетом последних изменений... Хорошо. Мухтар, пожалуйста, начните. Не возражаю. Приветствую всех. Вы в своем вступительном слове допустили, на мой взгляд, несколько неточностей. Во-первых, оппозиция не обязана объединяться на этих выборах, потому что, ну, в мире такого нет. В мире есть спектр мнений от левого крыла до правого крыла. И совершенно не обязательно они перед выборами все объединяются. Мы можем объединиться на основе единственного требования. Это обеспечение честности, честных выборов. Честных выборов. А слева до правого крыла все партии во всем мире заинтересованы в честных условиях, в равных условиях. У нас сегодня этого нет. На сегодняшних выборах, которые завтра, наверное, будут объявлены уже, никаких, как вы сказали, правильных честных выборов не будет. Поэтому что нам делать? Я предлагаю, во-первых, нам нужно проявить, продемонстрировать протесты. Я извиняюсь, что мне кто-то звонит. Алло. Видимо, когда звонок идет, видимо, выбивает из скайпа, судя по всему. Так, Ухтар, вы можете подключиться побыстрее, нет? Или нам нужно паузу взять, взять слово, господин Аблятова? Слышно, да, и звука нет. Хорошо. Сейчас мы. Я думаю, что... А, вот все, он подсоединился, я вижу, да. Видите ли, я очень извиняюсь. Ко мне кто-то позвонил. Я понимаю. На городской номер избил наш разговор. Давайте, пожалуйста. Я предлагаю от левого до правого крыла всем объединиться на основе единственного требования обеспечения честных выборов, которых сейчас не будет. В этой ситуации что можно сделать? В этой ситуации можно продемонстрировать наш протест против нечестных правил игры. Но если эти выборы все равно состоятся, а они, наверное, состоятся, то тогда нам нужно голосовать против всех, я считаю, против всех кандидатов. Но это только мое предложение. И, конечно, оно может претерпеть изменения после всестороннего обсуждения. Каким должен выглядеть протест, на ваш взгляд? Ну, значит, протест может выглядеть вплоть до митингов. Мы вот на 17 число подавали. Нам уже отказали. Значит, я вот делюсь новостью, что сегодня с Распект Сарсимбаевым мы договорились подать повторно на 24-е в Алматы. 25-го мы будем подавать, вернее, проводить митинг в Астане, потому что мы воспользовались разрешением активиста Марата Турумбаева. У него уже есть разрешение, поэтому он нам любезно предоставляет свое разрешение. И мы 25-го будем проводить митинг также в Астане. Но это не исключает, естественно, все другие формы протеста, как-то совместные заявления или круглые столы обсуждения. Ну, самые разные. Пока до митингов вот у нас вот такие вот мы предпримем действия касательно митингов. Слово переходит Мухтару Аблязову, господин Аблязов. Я знаю, что у нас по три минуты, да? Да, да, да. Вы как раз. Я думаю, Сергей, он еще, Мухтар, я так помню, не до конца высказался. Может быть, вы ему продолжите наводящие вопросы, потому что... Нет, ну это вопрос такой входящий, он не принципиальный. Потом мы больше подробностей будем там узнать. Окей. Ваши ощущения и мнения, пожалуйста. Я согласен с Мухтаром, когда он говорит, что... А кто сказал, что все должны в одну кучу свалиться и типа вот единая оппозиция. Это тезис выгодной самой власти, чтобы затем этого одного единственного оппонента не допустить к выборам или каким-то образом сманипулировать, как было в 2019 году, создать образ единой оппозиции, а потом этот человек один все сливает. Когда в день выборов Стусери Мэлс Елисизов был кандидат в президенты, подставной, он пришел, бросил бюллетень и сказал, я голосую за Назарбаева. Это было смешно. То же самое сделал, по сути дела, Косанов, который изображал, что он оппозиция, единый кандидат, а потом еще, когда итоги выборов даже не огласили, он сказал, я признаю свое поражение. Поэтому, когда будет так называемый единый кандидат от оппозиции, это выгодные власти, и у наших людей нет выбора. Я напомню, как последние выборы, например, проходили во Франции, когда Макрон смог победить только с небольшим отрывом во втором туре. А в первом туре у него между вторым и третьим был небольшой разрыв, буквально исчисляемый или доля процента второй кандидат, а третий был там разрыв буквально 5-7 процентов. Вот это настоящие выборы. То есть у людей, если это выборы, должен быть выбор. А тут получается, выбора нет, они подгоняют в одну кучу единого, так называемого, кандидата, который потом подвергается манипуляции. Поэтому это несерьезно, когда говорится о едином кандидате. Это первая часть. Второе. Если говорить о выборах, очень важно знать процедуры выборов. Очень многие люди не знают, говорят, а давайте мы того выдвинем, это выдвинем. Ну, я хочу еще раз воспользоваться этим эфиром, сказать, 5 лет требований на госслужбе. Таких людей у нас даже 1% по всей стране не соберет. То есть фактически более 99% людей выбивается из возможности выдвинуться, конституционное право выдвинуться. У нас лишили права самовыдвигаться. Человека может выдвинуть только общественные организации, имеющие не менее 9 филиалов. И третий крючок, очень важный, кандидат должен собрать свою поддержку, подписные листы так называемые, 1% от всех, имеющих право голосовать. Это порядка около 12 миллионов, 120 тысяч человек. Вот представьте себе, что на все это дается 10 дней. То есть 20 дней, за 20 дней до голосования, точнее за 40 дней, а суммарно объявляется за 60 дней дата выборов. Выборы мы услышим, а не объявят завтра. Вот тебе дается 20 дней. Из этих 20 дней нужно успеть все документы сдать, пройти, сдать экзамен знания казахского языка. 5 дней дается ЦИК, чтобы объявить, имеешь ли ты право участвовать. Фактически это минимум 10 дней уйдет на все эти процедуры. Затем тебе ЦИК выдает подписные листы, где люди должны подписаться в твою поддержку. Эти подписные листы чудесным образом мгновенно должны оказаться в 20 городах страны. То есть даже самолетам невозможно за день или за два их перебросить. И за 10 дней должны быть развернуты штабы, где твои сторонники и доверенные лица должны собрать за 10 дней минимум 120 тысяч подписей. Это каждый день должно быть по 12 тысяч человек в этих точках должно стекаться. То есть мы должны увидеть, что все имеют смартфоны, они должны увидеть конвейер из людей, которые хотели бы подписаться. Я хочу напомнить, что в 2019 году даже Косанов этого не продемонстрировал, но он за 4 дня собрал, по-моему, около 300 тысяч подписей. Это физически невозможно. Поэтому все эти препятствия не позволяют провести справедливый и честный выбор. А значит, это шулерская игра. Конечно, можно невероятные усилия сделать, собраться. Наверное, кто-то может выдвинуться к кандидатам. Возможно, теоретически это сделает. Но это шулерская игра. Я согласен с тем, что или кто-то, если выдвинется, это его дело. Второе, в этих выборах нельзя участвовать. Надо требовать отмены всего. То есть на вопрос, что нужно сделать, это ответ я прозвучал в последних словах. Не нужно участвовать в выборах. Правильно я понял? Или если кто-то участвует, и если он в состоянии, это его дело. Такое теоретически возможно. Второе, в реальности, для того, чтобы у людей действительно была альтернатива и возможность говорить, что это были выборы, надо требовать отмены этих мошеннических выборов. Ну, здесь вы совпадаете с Тайжаном, который тоже говорит о процессных мероприятиях. Хорошо. Что-то я на видео не вижу. Вижу, что он в сети, но лицо его не вижу. А вы видите, да? Не принципиально. Это будет, когда в эфире, это все это будет. Вернее, есть. Итак, вот сейчас мы с вами говорили, что нужно. Это прозвучало. Спасибо вам. А вот теперь давайте попробуем на тот же вопрос ответить в режиме, а что можно сделать в реальности того, что вы сказали. Тайна Блязов очень хорошо разложил ситуацию и показал, что в принципе сделать уже ничего нельзя. То есть зарегистрировать кандидата, даже если это удастся, то уже на предвыборную кампанию времени не остается. То есть уже выборы сделаны, по большому счету. Люди знают одного прокуранта, а других еще надо прокачивать. Это нужна избирательная кампания. Ее не будет. Вот я помню, чтобы вам рассказать, как отвечать на этот вопрос, что можно сделать в реальности, в той реальности, которая сегодня есть с учетом активности нашего общества, с учетом касановщины, которая давлеет и будет уже влиять на позицию многих людей. Я помню, мы в бытность с Владимиром Облязовым много спорили по этому поводу. Помнишь, ты говорил, что не нужно заморачиваться на политические тонкости и компромиссы с властью. Нужно просто выводить люди на улицу. Выйдут 20 тысяч, это победа. Как? Я согласен, да. Было во многих странах. Но не в Казахстане, не состоялось. Эта тактика не сработала на сегодняшний день. В этой связи вопрос пока к Облязову. Вы все так же остаетесь верны своей тактике? Или есть какие-то новые подходы? Если власть не дает альтернативу, не проводит честные выборы, значит, эта власть не представляет интереса народа. Соответственно, речь может идти о том, что эта власть должна уйти. Существует единственный способ в условиях авторитарного режима, когда власть отказывается слушать народ, и ее эту власть необходимо снести. И когда вы говорите, что не получилось и так далее, я хочу, к сожалению, повторить, но эфир новый. На самом деле идет созревание гражданского общества. И то, что в январе в 70 населенных пунктах вышли люди, включая районные центры, не только крупные города, около 9 городов, это говорит о том, что сознание людей, хоть и медленно, сильно изменилось. Потому что люди выходят с требований, выходили Шалкет и парламентская республика. Ни в одной стране, бывших странах, так называемых, Советском Союзе или СНГ, никто никогда не выходил, не говорил парламентскую республику. Никто. Такое возможно только тогда, когда сознание людей сильно сдвинулось. И я хочу сказать, что именно благодаря действиям нашего движения это произошло. Теперь следующее. Именно сейчас, когда люди видят, что эта власть мошеннические действия шлят на выбор, именно сейчас есть шанс и возможность провести работу, чтобы снести этот режим. Я буду говорить, окей, давайте мы в результате протестов добьемся, изменим прозерогию, добьемся ухода этой власти. Это возможно. Это возможно. Просто нужно организоваться, знать, что будет временное правительство. Люди еще это не осознали в полной мере. Какие мы действия должны сделать, чтобы эта власть ушла. У всех должны быть ясные представления, должны быть активисты. Как они формируются, я многократно говорил, возможно, позже я тоже это озвучу. Но и далее наш народ должен знать, а что будет взамен. Это тоже все те, кто будут транслировать отставку и требования действующей власти, они должны сказать, что будет взамен. И вот последовательность различной формы этих шагов как раз приведет к тому, что власть падет. Другого способа нет. Нам не дают никакую альтернативу. Хорошо. Господин Тайжан, вы готовы подключиться? Я вижу, что вы опять выскочили из эфира, да? Да, я прошу прощения. Оказывается, в Алма-Ате только что нашли мою сворованную машину, которую меня своровали три недели назад. И оперуполномоченные названию звонят, чтобы я пришел, опознал. Я очень извиняюсь, что все время идет срыв. Как удачно нашли, а? Хороший повод. Я им говорю, что я вообще не в Алма-Ате, поэтому я извиняюсь. Хорошо. Вы в курсе, о чем мы говорим, да? Да, конечно, конечно. Вот ваша точка зрения по поводу тактики в этих условиях, с учетом, как я считаю, это моя точка зрения, высокой индифферентности масс и комплекса вот этого синдрома, вернее, касановщины, о которой я говорю. Это может серьезно попутать карты для того, чтобы сделать то, о чем говорит сегодня власть и в какой-то мере и господин Аблязов. Это моя точка зрения. Пожалуйста. Видите ли, я отдаю должное системности подходу Мухтара Аблязова создавания ячеек и так далее, и так далее. Но, к сожалению, в наших условиях это не работает, как показывает практика. Люди боятся, тем более каких-то подпольных организаций, ячеек и так далее. У нас, как мы видим, протесты происходят стихийно, спонтанно. Без всяких ячеек, без всякой оппозиции, организаторов народ сразу же выходит на улицу. Это свойство такое, по всей видимости, нашего народа, не знаю, как у других народов. У нас вот так вот. Мы, как активисты, как политики, если угодно, должны удобрять почву, я считаю, информационно, объяснением и способствовать росту самосознания народа. И в какой-то момент это все сработает. И я вот вижу, что за последние годы самосознание, активность народа очень выросла. Я тут просто хочу вспомнить, отец мне говорил, у нас народ говорит, как океан. Сегодня штиль ничего не предвещает, а завтра может быть такой ураган, что все просто будут очень сильно обескуражены. Ну вот такой у нас народ. У нас все вот так возникает, понимаете? Ячейки, все это, я думаю, что это правильно, методологично. Но у нас это, к сожалению, не работает. У нас люди боятся заранее организовываться подпольной организации. Хорошо, понятно. Господа, вот смотрите, вы рассказали свою позицию, но вот люди слушают, смотрят сейчас и думают, а что нам-то делать на этих выборах? За кого голосовать? Мы не видим предмета. Ну вот я считаю, что в игру, где карты раздает шулик, садиться нельзя. Потому что, или как в спорте, если ты пришел на ринг или на теннисный корт с заранее известным результатом, что бы ты ни делал, какие бы ты подачи ни подавал, как бы ты в нокаут не отправлял своего соперника, если ты изначально знаешь, что люди будут отдавать голос твоему сопернику, значит ты участвуешь в договорном матче. И мы лишний раз посеем надежду своему народу. А после вот таких шулерских выборов народ опять сильно разочаруется и в политике, и в политиках. Поэтому вот обязанность политиков, я считаю, говорить правду народу, что это шулерские выборы. И за этот шулерский стол нельзя садиться. Но если участвовать в выборе, то только лишь, это мое предложение, оно может быть пересмотрено в ходе обсуждения, только лишь, если голосовать против всех и показывать вот этот бюллетень, что ты проголосовал против всех. Понимаете? То есть активный бойконт. Хорошо. Вот так бы я ответил. Я понял. Господин Аблязов, вот на этот же вопрос, как вы ответите? Что вот можно сейчас рекомендовать, советовать людям, которые задают вопрос, что нам делать на выборах? Ну я сразу скажу, что бюллетень писать против всех, это не сработает, потому что, во-первых, у нас нет график против всех. Во-вторых, с учетом того, что Тайжан сказал, что люди у нас боятся, желающие продемонстрировать миллион людей, что они проголосовали против и показали по телефону, их будет очень мало. Поэтому это бесполезная затея, больше носящая пиар-характер, не достигающая никакого результата. Муфтар, я прошу прощения, я вас перебью. Вы что-то пропустили. Графа против всех введена. Это одна из реформ. А, да вы что? Ну это вообще революция. Тогда я извиняюсь. Но графа против всех, я уверен, что это не сработает, ни к чему не приведет. Ну и, во-первых, это еще мы должны иметь возможность технически обрабатывать. То есть как? Должны быть действительно около 10 тысяч избирательных участков, и должны быть там сотни наблюдателей. Эти наблюдатели должны представлять действительно народ, реально независимо показывать. Мы знаем, что эти наблюдатели не допускаются. Вся практика после предыдущих выборов показывает, что наблюдатели выгоняют, приходит полиция. Поэтому мы не получим объективную картину, и мы можем только зафиксировать отдельные факты поддела. Отдельные факты. А для этого мы должны, на самом деле, чтобы вызвать массовое возмущение, сказать, что эти выборы незаконны, мы должны иметь возможность фиксировать, что если кто-то проголосовал против всех, условно, миллионы, они должны это увидеть. Поэтому в любом случае, без сопровождения этого процесса наблюдения объективного, мы не получим протест именно недовольных людей, что против всех проголосовали, и все. Поэтому я снова свою позицию изложу очень просто. Если вдруг случайно, гипотетически такой вариант возможен, кто-то просочился и был недооценен властью, как это было в Беларуси, когда власть пропустила Тихановскую, считая, что некая домохозяйка никак не повлияет. А тут раз, и разные силы объединились, и домохозяйка неожиданно показала потрясающие результаты. Поэтому этот вариант я не исключаю, что власть вдруг прозевала. Теоретически это возможно. Я, конечно, не очень сильно в это верю, но теоретически оставим в этом случае такую возможность. В этом случае возможно так, что все те, кто протестует, голосуют, они активны, они видят, что есть какая-то альтернатива, пусть кто угодно, но не такая, пусть кто угодно, но не представит этого режима. И тогда люди просто, что называется, ломятся на избирательном участке и доказывают, что выборы были фальсифицированы, и происходит объединение людей, и опять же это приводит к отставке, если люди начинают решительно действовать, к отставке режима. Это одна версия. Вторая, это в любом случае, если кандидат не допускается, ну я не знаю, кто-то вдруг подаст, его на экзамене зарубят, на подписях 120 тысяч человек, то есть в любом случае формируется протест. Протест формируется, что эти выборы несправедливые, что объявить бойкот. Бойкот, опять же, активный. Не просто бойкот пошел против. Пришел на митинг, объединились, требуем отставки правительства вместе с Такаевым, и уходит режим, когда выходят десятки тысяч. Ну и последняя ремарка. Ничего в этом мире хаотично никогда не происходит и не будет происходить. Результатов не будет. Я уже говорил, что в авторитарной системе, в связи с тем, что не дают возможность сформироваться политическим партиям, политикам и так далее, этот протест внутри накапливается и блуждает. Именно поэтому все неожиданно взрывается. Потому что сам режим, эти нервные окончания убивает, он даже не знает, где это взорвется. Это не связано с тем, что у нас народ какой-то специфический, безбрежный океан, где-то выстрелит. Абсолютно. Это связано с именно спецификой политической системы, которая все подавляет, а протест никуда не девается. Он накапливается и взрывается. А для того, чтобы это было не хаотично, все должно быть заранее организовано. Не будет никаких результатов, пока мы не систематизируем этот процесс. Понятно. Вот на ваш взгляд, в чем причина, что вот перед каждыми выборами в течение почти 30 лет, ну за редким исключением, наблюдается одна и та же картина. Оппоненты власти пытаются договориться между собой, или даже если не пытаются, в любом случае оказываются неподготовленными. У них нет у каждой группы, у каждой структуры, тактики, стратегии. Перед выборами начинаются переговоры. И в этот раз та же история. Понимаете? И всякий раз безуспешно договориться не получается. Точка зрения господина Абляза, точка зрения господина Тайжана, точка зрения там еще кого-то. Понимаете? В итоге оппозиция это выходит на выборы не как кулак, а как вот пальцерастопыренной руки. И абсолютно все повторяется из раза в раз. В чем причина? Ваша точка зрения. Пожалуйста. Кто начинал? Пожалуйста. Вы знаете, вот только что в Соединенных Штатах закончился турнир большого шлема по большому теннису. Был Бэмблдон, Алан Горос, да, Юэс Оупен, или Олимпиады. Почему-то эти все огромные большие соревнования происходят в те же самые недели десятками лет. и спортсмены имеют возможность подготовиться, они знают свой игрок, они планируют заранее. Почему-то во всех странах выборы происходят в конституционные сроки. У нас тоже в Конституции написано, по-моему, если я не ошибаюсь, первая декада декабря должно проводиться. Это же не случайно все пишется. Это пишется для того, чтобы участники процесса, политики, политические партии имели возможность подготовиться. А если тебе с бухты-барахты каждый раз объявляют за две недели выборы, то тогда и реакция будет такая же обычная. Вот завтра у казахов как? Бояги когда объявляли, за полгода объявляли, чтобы люди готовили коней своих, корм готовят, тренировки, а у нас за две недели объявляются. Естественная реакция будет такая, что мы быстро начинаем с собой переговариваться, вырабатывать позицию и так далее. Но в данном случае, в этот раз, мы выработали единый документ, который зачитал Респект Сарсенбай на пресс-конференции о том, что мы против проведения таких неконституционных, ничего не предвещало и не вынуждало проводить засрочные выборы. У нас есть документы, то есть платформа, мы договорились очень быстро, в четверг первый раз мы собрались, в субботу, нет, потом в воскресенье собрались, в понедельник мы вышли на пресс-конференцию. Это очень быстро, я считаю. Подали заявки на митинг, воспользуемся, даст Бог возможностью проведения в основе митингов. И потом, знаете, вот Сергей, вы все время говорите оппозиция, я бы говорил гражданское общество, потому что оппозиция это узкое понятие. Звук пропал. Звук пропал. Господин Тайжан, по-моему, опять покинул нас в точке зрения интернета, поэтому Мухтар, пожалуйста, переходите. Давайте я скажу следующее. Вот если идти от классического понимания, что такое оппозиция, в нашей стране оппозиции нет. Я сейчас сформулирую, почему. Ну, во-первых, в первой части то сказал Тайжан, что выборы должны проводиться в четкие сроки, чтобы участники, те, кто претендует на власть, они не обязательно должны быть представителями партии, они должны быть и самовыдвиженцами, они должны знать, конкретно, когда, что будет происходить, выборы, и так во всем мире. Поэтому, когда нам тут неожиданно из-под колес, что называется, вылетает и сообщает, конечно же, подготовиться мало кто может, это первое. Второе, вы говорите, почему оппозиция никогда не готова. В нашем стране авторитарной оппозиции нет в классическом ее понимании. Что такое оппозиция? Это объединение общественной, организации, в котором люди объединяются на основе каких-то программ политических, экономических реформ и так далее. Они его разделяют, вступают в члены этой организации и борются за власть. Бороться за власть можно двумя способами. Первый, идти выставлять свою кандидатуру на президентские выборы. Второе, идти бороться на парламентских выборах. Так вот, власть делает так, чтобы на парламентских выборах такие конкуренты отсутствовали. Политические партии, которые имеют такую повестку и борются за власть, власть не регистрируют. Поэтому оппозиции именно как партии в нашей стране нет. Это первое. Кандидата президенты, который бы готовился, его тоже нет, потому что в диктаторской стране любой, кто что-то скажет, реально серьезный против этой власти, попадает в тюрьму, штрафуется. Все те, кто могут финансово помогать, быть соратниками, подвергаются подавлению. И это очевидно, почему и кандидат от президента каждый раз приходится вот так вот спешкой объединять какие-то жалкие остатки сил, хоть чтобы как-то противостоять. Теперь об оппозиции. Я уже сказал, объединение разных лиц, объединенных платформ общей идеей. В этом смысле то, что говорит Тайжан, мы смогли, это не оппозиция, это группа товарищей. Группа товарищей, которые просто недовольны существующим положением, они делают хоть какие-то попытки бороться. Когда наши люди говорят, оппозиция слабая, они, как я говорю, что я недавно говорил, они хотят, чтобы оппозиция была как некое явление из космоса, она сама по себе появлялась. Этого не бывает. Если идти по аналогиям, вот горная река когда бежит, вы слышите гул, но этот гул появляется только тогда, когда есть река. Так вот, если народ сам по себе активный, тогда этот гул представители этого народа как оппозиции, как сила могут существовать. А если народ неактивный, пассивный, то и оппозиция будет такая же, а не зеркало самого народа. Поэтому, что называется, тут нечего плакать, если люди будут активны, и оппозиция будет сильной, там будут представители этого народа. Вот все, что я думаю по оппозиции. Хорошо, я понял, хороший ответ, я, по крайней мере, все достаточно логично. Есть еще одна особенность казахских оппонентов власти. Если вы заметили, я в своих вступлениях не говорю слово оппозиции, я говорю о оппонентах власти. Я согласен с точки зрения, что оппозиция начинается с организационных структур, которые оппозиционируют в обществе в политической борьбе. Вот когда начинаются какие-то дела, все заканчиваются взаимными обвинениями в предательстве. Это фишка оппозиции. Я вот не знаю ни одного из тех, кто сегодня оппонирует власти, которого вы не обвинили в сотрудничестве с властью. Вы это кому адресуете? Ко мне вопрос, да? Ко мне адресуете вопрос? Вопрос общий, я просто не знаю, Тайжан подключился или нет. Да, он здесь. Вы меня видите, слышите? Да, мы слышим. Вот теперь слышим, да. или вы меня? Я вижу, вижу. Я вас не вижу почему-то. На мой взгляд, это уже фишка оппозиции. Можно это творить сейчас. Опять говорить об оппозиции. Обождите, я не захочу. Казахстанцы некоторые уже смеются над этим, потому что сравнивают оппозиционеров с позарными бабами. Сравнивают с позарными бабами, потому что переход на личности, взаимные обвинения в разных грехах идет постоянный наезд друг на друга. Согласите, что это есть? Как вы считаете, это не является одной из причин, почему сегодня нет серьезной поддержки оппозиции, людей из оппонентов власти, которые в принципе выражают чаяние народа в отношении той власти, от которой народ устал? то, что вы перечислили взаимно обвинения, переходы на личности, это не является особенностью именно казахстанской политической жизни. Это в любой стране так. И обвинения, и переходы на личности, и даже драки в парламенте, я бы назвал это здоровой политической жизнью. Чтобы парировать такие обвинения, нужно выходить на дебаты, как во всем мире. Каждый вечер в прямом эфире, по телевидению, на нескольких даже каналах, партии друг с другом дебатируют. Это нормально. Кидаются в друг друга стаканами, оскорбляют иногда друг друга. Это я видел, ну и вы наверняка видели во всех странах мира. Это нормально. Но другое дело, что у нас нет площадок. Вот если бы у нас не были внедрены американские технологии, типа фейсбука, инстаграма, ютуба, мы бы вообще не смогли общаться. Даже друг с другом не смогли. Потому что телевидение не устраивает таких открытых дебатов. Благодаря американцам у нас есть такие технологии. А так это вполне нормальная жизнь. В любой стране Израиль, Польша, Украина, Киргизия возьмите, Грузия возьмите. Любая страна она живет в политической жизни, она живет обвинениями, это нормально. Для этого существуют дебаты. Считаешь, что ты прав, есть аргументы, выходи на дебаты, парируй. Вот у нас дебаты, к сожалению, не развиты. у нас развиты только интервью. Так что ничего зазорного тут нет. Ответ принят. Сергей, я здесь сторонник того, чтобы, если вы как модератор согласились, что такое оппозиция, правильно применять или оппозиции, или недовольные, или отдельные оппоненты. Вы произнесли, что оппозиция. Как я сказал, у нас нет оппозиции, потому что власть не дает формировать ни политические партии, ни легитимно выдвигаться кому-либо, как кандидату в президенты в частности, и озвучить свою политическую платформу. Такие люди сразу преследуются властью. Поэтому у нас отдельные люди, группа товарищей, как я говорю, они могут высказывать свою позицию. Кто-то меньше, кто-то больше опасаясь режима, но тем не менее это те, кто хоть как-то борется и отставит свою позицию. Это первое. Второе. Во всем мире оппоненты воюют, обзывают. Когда партия, вот, например, пять-шесть партий борются за власть, выдвигают своих кандидатов, они нещадно друг друга мочат. Посмотрите, даже американские президенты, когда был Байден и Трамп, они на стадионах выходили и критиковали, и поливали, по-нашему, если говорить, обзывали, что только не делали. Поэтому это нормальный процесс в борьбе. Другой вопрос, что это делается открыто, есть механизмы, те самые, о которых платформа говорит Тайжан, они у нас нет, потому что власть, она монополизирована, эта верхушка, она не заинтересована, чтобы эти оппоненты могли и критиковать, обзывать, и тому подобное. Это нормальный процесс, это конкурентная борьба, и везде, во всем мире действительно происходит именно так. И ничего здесь такого нет. А если касается, вы сказали, я сказал, кому адресован вопрос, что мы там кого-то начинаем критиковать, обзывать и так далее, я свою часть скажу. Все мои критические выступления, они основаны на фактах. В частности, я сейчас озвучиваю, что Тайжан Кожигин прямо работает на власть, и я даю прямые факты. Я говорю, что БАПИ, это Косанов 2, я четко показываю, что у них риторика одинаковая. Они и Акижан, находясь далеко в Лондоне, и БАПИ, находясь в Алмате, говорят о неких реваншистах в Назарбаевском клане. Это два человека, которые заявили, что они друг другу не сотрудничают, якобы они были против Косанова, они лгут. Я эти все факты собрал в виде видео, чтобы показать, что этим людям нельзя доверять, чтобы у нас не было основа проекта Косановщины. Понимаете? И это нормально. Хорошо, я понял. Но единственное, вот как бы с чем я могу не согласиться, это говоря по этому вопросу о том, что об оппозиции внутри устраивает изображение срач постоянный, а это люди видят. Это оппозиция в нашей стране. Не оппозиция, а оппоненты власти. Хорошо, если вы считаете себя не оппозиционером, то вы как оппонент власти тоже в этом участвует. И все участвуют. Разница принципиальная между тем, о чем говорил Тайжан, это то, что те люди не притесняются власти, находятся в свободной стране, и они завтра будут во власти. Или уже находятся во власти и кидаются в парламенте стульями, дерутся. А здесь оппозиция, которую власть прессует, гнобит, закатывают в асфальт, а они еще при этом вместо того, чтобы ругаться с властью, они между собой. Вот это всех бесит. Извините за выражение. Именно слово бесит. Ну ладно, это уже эмоциональный вопрос. У нас очень мало времени. Поэтому у меня последний вопрос. Я не могу его обойти. Сейчас он самый актуальный. Это вопрос переименования столицы. Ваша точка зрения. На мой взгляд, в истории человечества все столицы очень редко переименовываются. Это какое-то святое. Это как знамя. Вот есть столицы, и все молятся на нее. Лондон, Вашингтон, Париж. Кто-нибудь взял бы и переименовал бы. Я представляю, что было бы. Почему это происходит у нас? И под вопрос, в этом вопросе, приди вы к власти, вы бы как назвали столицу? Пожалуйста. У вас очень мало времени. Где-то по минуте каждому. Скорее минуты. Ну, конечно, история с переименованием... Пожалуйста, пожалуйста. История с переименованием столицы, это, конечно, анекдот, можно сказать, который, ну, снизил авторитет нашей страны, я считаю. тот же самый президент Тухаев, те же самые депутаты парламента, сначала единогласно голосуют за Нур-Султан, через 20 с лишним года, те же самые люди, также единогласно все голосуют за Астану. То есть, никаких убеждений, к сожалению. Ну, это смешно, на самом деле. Из-за того, что у нас вот такая авторитарная система, да, и нету живого, нормального парламента, плюрализма мнений нету в этом парламенте. Вот так вот у нас происходит. Это, конечно, смешно, прискорбно, на виду всех это происходит. Это первое. Второе, мне не понравилось, что президент Тухаев ограничился переименованием только столицей, потому что есть проспекты, есть парки, есть памятники. Все это нужно убирать. Это все нужно убирать. И аэропорт в Астане, например. Поэтому вообще культ личности, это был культ личности. И до сих пор он продолжается. Там университеты, школы носят имя Назарбаева. Я считаю, это неверно, неправильно в корне. Как бы вы назвали столицу? Я бы это выставил на всенародное обсуждение. Ученые должны высказаться, народ должен высказаться, потому что очень много хороших вариантов, допустим, куда, допустим, да, там, ну, по крайней мере, много есть таких стоящих, интересных вариантов. Я бы это поставил на обсуждение. Спокойно бы, обменялись бы мнениями, аргументами. Ученых бы исток. Понятно. Спасибо. Присок решения путем голосования. господин Аблязов, ваша версия ответа на этот вопрос. Тукаев, принимая незаконные действия, проводя досрочные выборы, он хочет так называемую кость бросить людям, чтобы они получили некое успокоение и якобы таким образом продемонстрировать, что он строит новый Казахстан. Видите, столица теперь не Нур-Султан, а Астана. Это обман. Понятно. Это попытка таким образом набрать дополнительные очки в связи с тем, что наш народ не очень еще политически подготовлен. Вы говорите, люди недовольны, что там оппозиция якобы между собой бьется. Люди должны быть довольны, что в условиях, когда авторитарный режим всех задушил, есть еще какие-то люди, которые излагают ту или иную точку зрения, которую они могут присоединиться к тем или иным группам, поддержать, и какой-то курс определенный будет выстраиваться. Это очень хорошо. И вот наши люди, если это не понимают, только связаны с тем, что этот режим не давал людям заниматься политикой. Это первое. Второе. Очевидно, что этот режим сейчас устраивает цирк, когда в прошлый раз поменяли нам Нур-Султан, им никто не понадобился. 15 минут, уже через 15 минут в аэропорт уже висели вывески, таблички, и все было приготовлено. То есть никакого референдума не было. Поменяли название. Между прочим, я хотел бы напомнить исторически, что Астана, когда называл Нур-Султан Назарбаев, он тоже сделал то же самое. Утром проснулись все, он подписал указ и так далее. Но в связи с тем, что за 20 лет люди привыкли, они говорят, нет, давайте вернем Астана. Я считаю, что здесь должен быть соблюден исторический принцип. Должен вернуть, мы должны вернуть историческое название, без всякого референдума, город назвать Ахмала, потому что на казахском Астанам за Астана, от нашей столицы Астана, это автология. Людям просто надо вдуматься, а не бессмыслицу поддержать, потому что они привыкли. Я хочу еще раз сказать, что сейчас маневр делает Токаев, типа, сейчас Маслихаты смотрят, и так далее. Маслихат переименований никакого отношения не имеет. Это конституционные поправки, там слово столица Нур-Султан в конституции забита. Поэтому это решение за парламентом и за президентом. Маслихат к этому никакого отношения не имеет. Это первое. Поэтому сейчас мы видим, что в пятницу объявят выборы, объявят название Астана, это будет кость. И я считаю, историческое название Ахмала это справедливое. Спасибо. Спасибо. Я хочу поблагодарить экспертов. Сергей, можно 30 секунд? Нет. Тайзан, у нас регламент, пожалуйста. Вы уже сказали все, что могли. Хорошо. Извините. Я хочу вас поблагодарить, чтобы пришли и высказали свою точку зрения как оппозиционеры, как оппоненты власти. Я принимаю то, что сказал Аблязов. Оппозиции в Казахстане нет. Есть оппоненты власти, которым хочется и нужно, чтобы они стали оппозицией. Я буду очень рад, что в стране появится настоящая реальная оппозиция, которая будет принимать участие в выборах и, возможно, даже побеждать. А всем, кто смотрел нас, тоже спасибо, если это понравилось и есть желание стать постоянными членами клуба Политон, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,